приветствую всех зрителей моего канала это 13 часть видео прохождения игры majesty надеюсь у нас все равно будет счастливым и данное число не повлияет и кстати раз у нас 13 часть давайте вы выберем миссию сделка зима более мы уже очень грамотный том как развивать экономику замке ужасный посетитель демон он утверждает что пришел чтобы забрать долг который ему должна была ваша мать это может быть правдой так как мы не смогли немедленно предоставить ему то что он требовал демон сказал что вернется позже с отройным количеством золота и если он его не получит то самое время применить все наши знания про налоговиков торговые знания таверны и тому подобное я так понимаю никаких вариантов кроме получения этих 100 тысяч у нас и нет то есть боевым способом не решим миссии ну и ладно так что у нас все начинается конечно же с рынка причем с рынка который рядом с сундук не даст а вы издеваетесь ладно если рядом с рынком который фулк начинается с рынка который ухода в замок так а ну-ка сразу его обработает потому что он очень любит гоняться за сборщиком налогов ой-ой-ой мага сейчас так подкрылись форма скелета лечебные зелья как далеко кузня ладно сейчас нам не до кузни а сколько вас тут желать желающих забрать у меня деньги давай 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 пока скелет есть а вот второй идет на помощь так ладно один вид оружия исследую потому что ребята пойдут его покупать оружие много дешевле брони кстати по сейчас будет интересный момент зритель рассказывать что деньги с рынка увеличится с ростом уровня за я проверки делал ничего такого не замечал но мы сейчас спокойно это проверим обычно в около 250 два раза за день приход денег на рынке если базарный день нажимаете там 450 500 она прыгает плюс-минус 50 вокруг цифры 500 и я не видел никакой разницы от выросшего кстати наверно там есть у нас да есть нет нам нужны эльфы никаких гномов что хорошо что сразу дали крипту видно создатели игры сразу подумали о том чтобы игрок не имел проблем именно с боем как он думал только о том как получить деньги кстати или нет может построить воров для вымогания но не уверен что нужно этим заниматься нужно каждая копейка денег как я и говорил в принципе базарный день не отличается по сумме от тех денег которые вы получите если просто будете ждать прихода денег единственное что посетителей конечно будут приносить деньги очень хорошая связка магии крипто скелет отвлекает на себя врагов а маг обрабатывает издалека цель а маг обрабатывает издалека цель вот делаем девятьсот пятьдесят чтобы крестьяне подошли сделали на табре ну уже дети а я понял где эти крестьяне не ребята не чинить тоже проблема да они бегают и чинить здания которыми вообще не нужны ну если не нужны казарма конечно нужна все вот рынок максимальный 362 так сколько получается 620 примерно такие на 1 уровень замка потом уровень замка повысим я сделаю опять сделаю опять базарный день и вы увидите что сумма кардинально не изменится как я говорил всегда плюс-минус 50 но нет так нужен нам еще один сборщик налогов поэтому нам один рынок три таверны так понимаю да так и хочется гном а кстати мне же еще эльфы нужны поэтому нужен второй уровень замка собираем деньги настрой уровень замка что интересно посетители все равно заходят но скупиться у них не получится в базарный день наконец-то так я понял таки добили это значит что мне нужно вернуть кузницу дешевле будет обретать замки я уже начинаю подумать что стоит воров построить чтобы гильди воров чтобы много деньги потому что ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой что ж ты творишь фух успел успел я думал сейчас 1700 золота пойдет такой подход да стало два там еще и ложатся так давай второй уровень так в таком случае раз это все сгрызали хотя по логике лучше и не уничтожать эти здания пусть животные приходят и из них вывивают деньги герои откуда это что а это для тех кто не хочет 100000 честно пытаться заработать чтобы поиграть в азартные игры откуда появилось это здание если эльфов нет еще давайте 2850 быстрее так честно говоря лучше сделала так чтоб никто ее чинить не ходил ой как далеко вы ходите есть так кстати у меня есть талерна да до свидания по идее они все останутся остались ну и все потому что я смотрю у меня огромная задержка из-за того что христиане ходят по всей карте наверное специально так сделали опять же создатели игры чтобы вас замедлить получение своих денег во во пошли играет и все пошла стройка да что ж ты делаешь несчастный крыс не понял а есть я уже испугался вперед кстати очень хорошего в этом плане фрам фернеса он еще больше нас памят зверушек это нам поможет ваше величество колецкая казна почти быстрее набирать нужную сумму денег ваше величество постройка новостанья совершено а вот и нет ты нужна давайте еще один рынок ваше величество постройка новостанья совершено да маги все слились еще один день ваше величество постройка новостанья совершено что очень-очень медленно все движется еще и на рынке они нападают эти твари не умирай не умирай о упетрился все сделать как надо культист ферлуса вы видели как быстро они прокачиваются потому что у них очень быстрая атака урон детский но атака очень быстрая и они быстро достигают этих 10-12 уровней еще и вора раздается вообще хорошо наконец-то нет-нет он вас возвращает ваше величество постройки ваше величество постройки а я забыл что им нужен третий или четвертый уровень чтобы иметь возможность птиц приручать что не все так просто пошел рынок пошла таверна явно сборщика не хватает так тут таверна есть тут таверна есть значит уставим о у него уже есть зелье может он поможет а друг не помогает друг убежал это уже хуже а справился молодец не умер а вот жрица умерла вот еще он золото ваше величество так вот давайте мы от вас избавимся если это получится конечно так еще один раввинок срочно уже варианты остались только далеко строить рынок а ну да вот ближе не получится вперед да ну давайте кстати эльфов натыкаем вот еще золото ваше величество так раз два три рынка четыре таверны восемь по идее должен появиться еще один фонтан где-то когда строится рынок ваше величество постройка нового здания побежала только поделите здание лучшему не уходите надеваем еще таверну поделите ваш рынок теперь служит вам лучше так а гильдию вору придется строить если в конце будет не хватать денег чтобы да чтобы добрать эти деньги так еще один появился появился ваше величество постройка нового здания побежала ваше величество постройка нового здания побежала у меня даже были где-то воры без здания без гильдии интересно ну как бы все дальше заниматься только деньгами о давайте третий уровень и базарный день проверну ну как раз у нас 25 дней должны набрать 100 тысяч ах да тут тоже хорошо будут деньги давать герои покупая оружие где-то есть чтобы было пусто ну ладно 550 вот опять те же самые 600 монет ничего уровень замка к сумме не добавил как бы не пришлось в последний день крутить рулетку очень не хочется то есть деньги по-честному набрать ээээ так 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 третий уровень дает еще одну возможность вытащить деньги у ребят вот еще золото не дали не дали королевский сад ваше величество местная кузница предлагает новые услуги у нас маагов бессмысленно брать они нигде кроме королевских садов деньги не потратят библиотеки буквально не два раза два из заклинаний вывешен а вещи им не нужны поэтому для увеличения богатства это не вариант а ваше величество постройка ново здания завершена здание на две три да неплохо так вернись а тоже нет смысла она не не пользуется вещами а тогда есть смысл построить этих опять дешево и защищают хорошо и будут покупать луки а и брони тоже еще один рынок думаю думаю дальше нет смысла строить рынки дальше пойдем сколько пять пойдем еще в таверну таверны немножко и все арена кстати тоже неплохо деньги несет на такая сумма огромная это 5 таверн думаю что 5 таверн уже одной арены да все покупают действительно есть нас давайте возьмем еще вот этого красавца потому что они достаточно умны чтобы купить амулеты так сколько у нас на вымогание 5000 все дальше ждать может все таки взять арену а давайте хранится очень сильно крупную рулетку просто мы заодно будем видеть как у нас герои матерей кстати поставлю воду морду уже зря есть только лоб лобов как она про нагреться так много уничтожу жилищ монстров потому что их меньше теперь появляется ну что ж хватит 20 дней или нет сейчас увидим просто надеюсь что они будут много отдавать денег еще на арене плюс не красит уровень и у них я заметил по 70 уровня даже даже варвары даже варвары догадываются пойти к купить не только кольцо защиты на кольцо телепортации так что там какой-то скрипт такой сделан чтобы мощные герои какие бы ни были тупые все таки пошли и купили вещи которые будут соответствовать их силам и сделать их еще мощнее давайте за я тоже нужно платить деньги но за зачаровывание точно не стоит очень дорого апгрейд ваш все по моему по моему справились 20 тысяч на двадцатый день а дальше суммы будут только больше 6 сборочек налогов неплохо то есть самое главное давайте доставить быстрее наверное даже не успею ничего увидеть кстати играл сложные экспертные миссии и буквально с одним рынком получал огромные суммы просто пришлось очень много героев брать и в основном героев в роли варваров потому что в вечной ярости кроума легче всего отбиваться и в итоге такое количество героев такое количество монстров и они эти монстров убивают у них огромное количество денег они постоянно умирают постоянно идут снова покупают зелья но особенно этот рынок с зельями это вообще круто но по моему сейчас он не появился да нет вот и в итоге суммы буквально такие по 6 по 7 тысяч в день идут с одним замком 3 или 4 таверны а все остальное это там 30 героев это они приносят деньги покупают зелья кузницы и тавернах отдыхают но потом с прокачиванием героев они достаются меньше меньше умирать вещи все купили и уже хочешь не хочешь приходится покупать еще рынки вот что мне нравится он орды сразу же бегут учиться и не защитники в принципе хорошие действительно атаковать здание уже почитал третьи скрипты на английских сайтах да атаковать здание они уже когда у них телепорт то есть они начинают считать атаку дальних зданий той же защиты потому что телепорт для скрипта сокращает размеры карты ну да третий день уже 40 тысяч вот это мы экономическую империю бабахнули так боялся что не успеешь даже мне кажется переборщил ну в таком случае давайте мы простимся с этими монстрами ой да с монстрами уничтожим их логово ну да лунорда не тут пока у них низкий уровень ну с какой то стороны я даже доволен потому что я их беру как я и говорил для защиты от драконов и злобоглаза вовсе не для того чтобы они на карте атаковали логово и умирали там постоянно ну вот тут уже они просвещились идеальные характеристики самые главные вот эти сразу 77 по максимуму интеллекта хватает на все что хотите 916 минимум а качается сила которая дает урон плюс быстро бегают даже просто так быстро бегают плюс телепорт короче все равно что варвар под постоянной ярости клоума я кстати уже вне видео добрался до этих последних миссий в северную станцию пака ой вспомнил там одна миссия очень длительная и начало сложные там башни самовосстанавливающиеся то есть вы должны одновременно сразу бахнуть пять башен а это можно сделать только если вы расстроили свое королевство намного более мощное чем все толпы монстров которые валят к вам причем если башни уничтожаете одну стоит там 4 3 2 с каждой уничтоженной башней монстры становятся все жестче и жестче поэтому конечно посмотрите уже пятый уровень поэтому конечно желательно их сразу уничтожить они по одной но по одной не получится потому что они не останавливаются тут в принципе постараться вполне возможно и так кстати где там в замке настройка флага а вот награды да о это место нашел на тебе фашист гранату и поезд навстречу да приятно когда денег полно и кстати очень хорошо против волн он использует эту штуку грозы набегает там мелочи куча она даже во-первых уничтожает если местные или скот атаковать они прошли спать облако единственная проблема я вначале увлекался ей но да меньше потерь героев но герои не растут и деньги не приносят то есть лучше все таки если вы сделали империю там в 30 героев отбиваются этих волн монстров все таки не кидать молнии а пусть со смертями но ваше герой отбивается прокачивается и главное деньги не суть чтобы еще больше построить герой 9 на слове тысяч золотые мы гуляли о начинает они превращаться в медведи тоже очень быстро конечно бывает начали эти все уклонения них очень маленький но уже когда прокачались из этой хитрости и маскировки они могут это как невидимость на любой момент могут спастись поэтому начинают уже выживать из-за того что жизнь немного еще превращается но конечно драконов они не ехать никак но зато спамят спамят особенности всякие монстры нападают на них вплоть до медуз и минотавров очаровывать ну вот медуз этих козырных которые умеют видать окаменение не очаровали и не получится нехать у них сил даже с ростом уровня все 92 тысячи ставим корр мы победили прекрасно вы сделали это ваше величество когда этот дьявол получил свое золото он исчез в мерзком зеленом облаке опять все присутствующие были вынуждены смывать это зломоние со своей одежды надеюсь что больше такого не повторится тоже надеюсь потому что уже эти экономические миссии для нас не являются сложными после того как мы выяснили все точнее всю механику или все механики которые помогают вам увеличить доход в игре кстати в частности благодаря вам зрители которые писали мне уточнение если что-то неправильно понял или перевел ну что ж надеюсь вам понравилось ставьте лайки комментируйте подписывайтесь я как всегда с вами прощаюсь желаю вам всего наилучшего пока